МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы думаете, насколько часто Земля подвергается угрозе из космоса? В 2013 году над Россией взорвался крупнейший за последние 100 лет астероид. Основной удар принял на себя город Челябинск. Космический камень размером 15 метров в поперечнике и весом более 7 тысяч тонн летел со скоростью 65 тысяч километров в час. Взрыв создал звуковой удар и ударную волну, от которой в городе вылетели стекла. 1200 человек получили ранения, в основном от осколков разлетевшегося стекла. Астероид нанес мощный удар, равный по силе взрыву 20 бомб в Хиросиме. Это был разрушитель городов, способный сравнять крупный мегаполис с Землей и разрушить его до основания. Просто чудо, что астероид взорвался на высоте около 25 километров над Землей. Будь это наземный взрыв, счет жертв шел бы на десятки тысяч. Если бы он упал на несколько секунд позже, это была бы величайшая трагедия на Земле. Когда россияне только начинали оправляться от пережитого шока после падения метеорита, на расстоянии всего в 27 тысяч километров над земной поверхностью пролетел астероид размером в три раза больше. Этот космический камень имеет название DA-14. Если бы астероид прилетел на несколько минут раньше, он мог упасть на Землю, и последствия были бы поистине апокалиптические. Чтобы представить последствия столкновения Земли с DA-14, можно изучить обстоятельства падения Тунгусского метеорита в 1908 году, который был по размерам примерно такой же, как DA-14, то есть многоквартирный жилой дом. Мощность того метеорита была с тысячу хиросимских бомб, и он поставил нашей Земле большой синяк под глаз. Удар был настолько мощный, что звук было слышно на расстоянии сотен километров. Метеорит опустошил 2000 квадратных километров сибирской тайги, повалив 80 миллионов деревьев. К счастью, эти астероиды не попали в какой-нибудь крупный город. Можно себе представить, что могло случиться, упади такой объект, скажем, на Нью-Йорк. Во-первых, мы увидели бы ослепительную вспышку света в момент столкновения астероида с Землей. Центральная часть Манхэттена мгновенно испарилась бы от такого удара, оставив после себя воронку шириной более полутора километров. Спустя несколько секунд от кратера пошла бы ударная волна, разрушая небоскребы, как карточные домики. Спустя несколько минут с неба начали бы падать огненные метеориты, вылетевшие из астероидного кратера. Потери от астероида могли бы составить миллионы. А теперь вспомните, что это всего лишь разрушители городов. В космосе летают астероиды размером намного больше. Это целые разрушители стран или даже планет. Самый опасный из них называется Апофис. Его диаметр равен 325 метрам. Согласно последним расчетам, в 2029 году Апофис едва не столкнется с Землей, но фактически заденет нашу атмосферу. Однако, поскольку с абсолютной точностью траекторию его полета вычислить пока невозможно, есть вероятность, что в 2036 году из-за отклонения от орбиты он может столкнуться с Землей. Если Апофис упадет на Землю, мощность взрыва этого астероида будет в 20 тысяч раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Насколько реально такая угроза и что мы можем с этим сделать? Ответы на эти вопросы вы узнаете во второй части. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Редактор субтитров А.Семкин